Споры вокруг этого заброшенного места ходят давно. Кто-то из горожан требует срочно ликвидировать площадку в целях безопасности, другие просят отремонтировать и оставить на радость детям. Пока же вокруг городка в Ярославском парке нефтяников бродит местная молодежь. Ищет дыру в заборе. Довольно быстро вырванные прутья в ограде нашла женщина. Ее дочка мирно играет на качелях и каруселях, пользоваться которыми опасно для жизни. Кто поставил запрет на этот городок? Администрация парка. Администрация парка? Там вот написано прямо на входе, где замок. Мы, наверное, не обратили внимания. И все-таки, что они считают? Он опасный. Ну вот посмотрите, видите, там все трубы поломанные. Смотрим с общего плана, видим сказочный городок. Оказываемся внутри, попадаем в фильм ужасов. Посмотрите, везде сломанные горки, сгнившие перекладины. Надписи «Звони мне, не пожалеешь». Городок построили к тысячелетию Ярославля. Но такие конструкции надо регулярно обслуживать. На инженерные работы денег не выделяли. Коррозия не дремала. Да еще и ночные вандалы постарались. Пластиковые горки хулиганы пробили камнями. А когда-то сказочный замок был чуть ли не самым посещаемым местом в парке. Билетеры вспоминают. От детей отбоя не было. И это даже при том, что за вход брали деньги. И самое главное, 50 рублей билет стоит и на целый день. То есть они тут поиграют, повеселятся, уйдут домой, полежат, отдохнут. И опять приходят с этим же билетиком. Теперь заботливые родители обходят это место стороной. Зато по вечерам на территории собираются маргиналы. Прямо во время съемок этого сюжета в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля началось совещание. Руководство парка и чиновники решали судьбу аварийного городка. Он в аварийном состоянии. Ремонт его нецелесообразен, потому что стоимость ремонта гораздо дороже, чем стоимость нового городка. С завтрашнего дня начинается демонтаж этого городка. Я очень рад, что наш парк попал в программу «Решаем вместе». И в ближайшее время там будет установлен новый детский городок. Наряду с городком преобразится и сам парк. На пешеходных дорожках появится новый асфальт, современное освещение. Будет реконструировано футбольное поле. Юрий Кораблев, Георгий Иванов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова